Каштанов, Эдуард Анатольевич. Каштанов, Эдуард. Сколько час вы здесь находите? С 5 часов. Сегодня уже приняли присяг? Сейчас собираюсь. Какое ощущение вас перед тем, как приняли присяг? Не знаю, наверное, гордость. Вы служили раньше? Нет. Військовые капитаты также? Нет. То есть до сегодня вы не присягали украинскую? Я вообще доброволец. Вы доброволец. Сегодня родители приехали, может быть, у вас родители? Зачем, я недавно был в больнице. Видео снимок пока. А вы хотели, чтобы сегодня родители были? Или так простейше? Наверное, так спокойно. Потом увидят. И все же, если бы подумать, больше, так, колькома словами скажите. Что вы тут чувствуете про тем, как прийти и досягнуть народовую Украину? Не знаю, наверное, ответственность. Гордость опять же, так и я. Желание принести пользу вообще. Это трудное время. Я русский, с Самарой. Вы с Самарой? Ага, а в Украине сколько часов живете? Вообще с 1988 года, 1988 года. Периодически. Ага, родом из Самарой. А какие у вас отчетия, я не знаю, там, все ж таки на сходе, ну, наскільки відомо, да? Где и россияне, які воюють против... Я и россияне. Это действительно единственная проблема, как бы, воевать против своих, но я их не считаю своими. Те, которые там, на востоке. Ну, не знаю, потому что я не правильно поступаю. Здесь у меня семья, здесь у меня дети. Поэтому я, как бы, ну, как это называется? Наверное, кнически русский. Вот, скажем так, больше. А родичи в России ж залишились, спілкуйтесь с ними. Вы знаете, что вы... С половиной родственников уже не общаюсь с Ветом. Они просто не понимают, половина просто молчат, чтобы их не разжигать. Семья, скажем так. Ну, они знают, что вы пішли в украинскую армию? Карачи? Уже знают. Уже знают, да. Уже знают. Вандероси, единый людей там и так далее. Уже знают. И как вы реагировали? Ну, я же говорю, с половиной родственников я просто не общаюсь, а половина родственников, как бы, ну... Твое дело не будет.